МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Закон». Здравствуйте! Сегодня о противодействии мошенничеству поговорим с прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Хакасии Дмитрием Ильченко. Дмитрий Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Александрович, актуальна ли для республики тема мошенничества? Много ли таких преступлений происходит сегодня? Я не открою большой тайны, если скажу, что с мошенниками в своей жизни может столкнуться всякий. С развитием современной технологии кардинальным образом меняется и жизнь нашего общества. Но, несмотря на все преимущества, которые несут своим развитием высокие технологии, имеются и негативные последствия такого прогресса. На сегодняшний день одной злободневной темы остаются преступления, совершенные в форме мошенничества, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, о чем свидетельствуются статистические данные. Например, в 2019 году на территории республики рост количества противоправных деяний, совершенных в сфере компьютерной информации, составил 37%. Всего было зарегистрировано около полутора тысяч таких преступлений. Аналогичная тенденция наблюдается и в текущем году. Рост составил 36% и около 300 преступлений зарегистрировано. Кроме того, обращая на себя внимание и сумму, причиненную указанной преступлением материального вреда гражданам. В 2019 году она составила около 57 миллионов рублей. И за 4 месяца текущего года уже более 32 миллионов рублей. Данная проблема достаточно актуальна, поскольку, как мы видим, имеет тенденцию к увеличению числа совершаемых преступлений в данной категории. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Александрович, какие виды мошенничества, скажем так, наиболее популярны сегодня? На самом деле способов обмана граждан довольно-таки много, и они постоянно меняются. Но, как правило, они очень просты. Все сценарии противоправных действий рассчитаны на доверие потенциальных жертв. Конечно, в основном речь идет об обмане граждан через интернет, хищение денежных средств, а также и за счет банковских карт. Большинство людей по-прежнему идут на поводу у мошенников и с легкостью отдают им свои деньги. Одним из распространенных способов обмана является звонок потерпевшему под видом работника банка, либо работника службы безопасности банка. Звонивший сообщает о том, что с банковской карты клиента якобы пытаются списать денежные средства преступники и просит при этом проектовать реквизиты банковских карт, включая коды проверок их подлинности, которые указаны на обратной стороне пластиковой карты. В этот момент потерпевшего на мобильный телефон начинает приходить смс-сообщение с паролями для подтверждения перевода в денежный средств, которые также злоумышленники просят проектовать по телефону, поясняя, что в ином случае они не смогут клиенту помочь предотвратить незаконное списание денежных средств. Тут возникает психологический момент, при котором любой гражданин пытается сохранить свои денежные средства. И, соответственно, после таких слов доверчивый клиент самостоятельно сообщает указанные сведения мошенникам. Ну и, естественно, денежные средства пропадают со счетов потерпевшего. Не менее распространенным способом хищения является схема, когда злоумышленник, также представляя сотрудниками банка, говорят, что банковская карта потерпевшего заблокирована. И для ее активации необходимо представить ее полные данные. В это же время напарник злоумышленника, либо он сам, входит в личный кабинет, пользуясь предоставленными потерпевшим данными данной банковской карты, переводит денежные средства со счетов на свои счета. При таких способах хищения телефонные номера звонивших преступников, как правило, оказываются зарегистрированными на других людей, например, по потерянным документам. При этом используются так называемые красивые номера, которые заканчиваются, например, на номер 900, чтобы вызвать как можно меньше подозрений у потерпевшего. Кроме того, преступники могут снять денежные средства с банковской карты через мобильный банк с помощью вредоносного программного обеспечения, которые скачивает, опять-таки, сам потерпевший. Когда ему в смс-сообщении, в мессенджерах типа Вайбера, либо Ватсап, приходит ссылка со словами, например, вот тут твои фото, посмотри. В сообщении также может указываться информация о блокировке банковской карты, либо о каком-либо крупном выигрыше. Естественно, потерпевший проходит по данной ссылке, с помощью которой преступники загружают свои вирусы в мобильный телефон потерпевшего. И потом с помощью него спокойно могут снять денежные средства со счетов банковской карты потерпевшего. Часто мошенники звонят с незнакомого номера и, начав разговор, например, со слов «папа, мама, здравствуй», описывают какую-либо ужасную ситуацию, в которую попал, например, сын. Это может быть автоавария, либо драка. При этом просят перевести денежные средства на банковский счет, либо на телефон. Как правило, пожилой человек может повестись на эту удочку мошенников и перевести денежные средства мошенников. Когда он это поймет, уже будет поздно, денежные средства будут на счетах мошенников. Также разговор может начинаться со слов «привет, узнал». Многие потенциальные жертвы якобы узнают, таким образом, кого-то из своих знакомых, либо друзей. И преступнику остается только продолжить игру и довести потерпевшего до перечисления денежных средств на свои счета. Еще один способ совершения таких преступлений – это так называемые фейковые магазины или объявления в сети интернет. Многие жертв таких мошенников клюют на объявление, увидев отличное предложение по продаже товара, например, автомобиля, либо запчастей к нему. Человек связывается с продавцом. Продавец соглашается забронировать, либо отложить для него товар. Но за это просит предоплату. При этом доверчивый покупатель может лишиться довольно крупной суммы денег. Кроме того, нередко преступники взламывают аккаунты граждан в социальных сетях, таких как ВКонтакте, либо в Одноклассниках. После чего, вступая в переписку в сети интернет с друзьями этого лица, просят перевести их денежные средства, либо предоставить данные банковской карты. В результате чего потерпевшие, введенные преступниками в заблуждение, и полагая, что с ними переписку ведет их знакомый, либо друг, следуют указаниям злоумышленника и, как итог, теряют свои денежные средства. Это основные способы мошенничества. Как я уже сказал, их достаточно много. Всех перечислить. Наверное, очень сложно на самом деле. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, а кого чаще обманывают мошенники? Может быть, есть какая-то определенная статистика в этом направлении? Кому он будет на стороже? Анализ совершенных на территории республики преступлений данной категории показывает, что вред от них, в первую очередь, причиняется социально необеспеченным слоям общества. В том числе пенсионерам, кстати, их удельный вес составляет 51%. Также лицам без постоянного источника дохода, их доля составляет 39%. Доля инвалидов составляет 3%, а у учащихся 7%. Скажите, пожалуйста, как же обезопасить себя в таком случае и что нужно знать самим? И, может быть, рассказать стоит родственникам сегодня еще раз повторить эту тему, чтобы не быть обманутыми мошенниками? На самом деле, не стать жертвой мошенников и преступников довольно-таки легко. Достаточно запомнить несколько простых признаков, по которым можно определить злоумышленников и следовать определенным правилам. Ну, во-первых, вас должны насторожить звонки из банка о мошенничестве с вашими счетами. Запомните, что сотрудники банка никогда не будут звонить вам о таких действиях. Если с вашими счетами будут происходить подозрительные операции, банк просто их заблокирует. И вам уже придется в банк звонить самостоятельно. Во-вторых, попытки узнать реквизиты ваших банковских карт и счетов, тем более кодов проверки и подлинности карт, это как раз те три цифры на оборотной стороне пластиковой карты, пин-кодов, кодов из СМС-оповещений, обязательно свидетельствуют о совершении в отношении вас противоправных действий. Вы должны понимать, что все необходимые сведения, касающиеся ваших счетов и банковских карт, работников банка уже известны. Поэтому никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные вашей карты. Если кому-то нужно перевести вам денег, достаточно номера карты. Все остальные данные только для вас. Если вам говорят, что карта заблокирована, это легко проверить в ближайшем банкомате, либо отделении банка. Либо просто позвоните на горячую линию банка, клиентом которого вы являетесь. При этом на всех пластиковых картах указан номер горячей линии банка. Если вам звонит якобы родственник, либо друг с неизвестного номера с просьбой перечислить денежные средства, просто скажите ему, что вы перезвоните через 2-3 минуты на его номер. Конечно, преступники к этому уже давно подготовлены. Могут сказать, что номер заблокирован, либо телефон потерян, либо украден. Тогда просто спросите, что должен знать этот близкий для вас человек. Какую-либо дату рождения, либо какие-то события, чтобы убедиться, что действительно тот человек, с которым вы разговариваете, и этот ваш человек. Не нужно открывать ссылки с незнакомых номеров, чтобы вам не обещали. Например, показать какие-либо ваши неизвестные фото, либо сообщить вам о крупном выигрыше. Это все происки злоумышленников, которые хотят внедрить вирус в ваш смартфон и в последующем списать денежные средства с ваших счетов. Пользуйтесь услугами проверенных интернет-магазинов с хорошим рейтингом, большим количеством положительных отзывов, продолжительным периодом работы. Кроме того, отдавайте предпочтение магазинам, которые указывают полные свои данные, в том числе адрес, которые можно будет потом впоследствии проверить. Обращайте внимание на цену товара. Безусловно, в интернет-магазинах, как правило, товар дешевле, чем в розничных. Однако не стоит обманываться, и если цена на товар на 20% и более ниже среднерыночной, то это уже должно вас насторожить. Не вносите предоплаты, пока не убедитесь, что покупаемый вами товар действительно существует, а продавец является реальным человеком. Покупая товар у частных лиц по интернет-объявлениям, обращайте внимание на рейтинг продавца или ранее проданные им товары. Просите подробные фото товара, столь убедиться хотя бы в том, что этот товар действительно существует. Следуя этим простым рекомендациям, вполне можно полноценно пользоваться всеми удобствами, которые несут современные технологии, и обезопасить себя от потери своих денежных средств. Дмитрий Александрович, в завершении нашей программы я хотела бы попросить вас еще об одном таком важном совете для наших телезрителей. А что же делать в случае, если мы поняли, что мы попались на удочку мошенников? Куда обратиться? Куда позвонить в первую очередь? Полиция это или банк? В случае совершения в отношении гражданина мошенничественных действий, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Это можно сделать несколькими способами. Путем личного обращения в органы внутренних дел, в дежурную часть, либо полномоченную должностному лицу сотрудника правоохранительного органа. Можно позвонить по телефону на телефон дежурной части органов внутренних дел 02. Если вы звоните с сотого телефона, не забывайте, что звонить надо на номер 102. Либо на любой абонентский номер правоохранительного органа. Можно обратиться через почтовые услуги. Также через сеть интернет на официальном сайте правоохранительного органа. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Александрович, а имеет ли значение, как скоро, как быстро обратился обманутый мошенниками гражданин за помощью в правоохранительные органы с заявлением? Потому что, знаете, ведь, например, вспоминая, как однажды меня пытались обмануть, прислав мне сообщение от моей бывшей коллеги, с которой мы давно не общались, с просьбой о перечислении как раз денежных средств. Но это было поздно ночью. И вот, может быть, и другие люди также подумают, что, в принципе, наверное, так поздно не стоит беспокоить полицию. Обращусь с заявлением утром. Имеет срок обращения какую-то важность? Срок обращения в правоохранительные органы действительно имеет огромное значение. Дежурные части всех правоохранительных органов работают круглосуточно, поэтому необходимо обращаться сразу же после того, как вы заподозрили, что в отношении вас совершаются мошеннические действия, либо в отношении вас уже совершено преступление. Чем быстрее вы обратитесь, тем быстрее начнется проверка, ваше заявление будет зарегистрировано, по нему будет принято соответствующее процессуальное решение. Ну и, как правило, по горячим следам преступление раскрывается гораздо проще и быстрее. Дмитрий Александрович, большое вам спасибо за столь полезную и важную для наших телезрителей информацию. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели программу «Закон». Пожалуйста, учтите всю ту информацию, которая прозвучала сегодня. Берегите себя, берегите свое имущество и до встречи в эфире канала РТС. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok